Ну, мы должны быть странными, знаете, и как бы вот, да, Павел говорит, я для Бога выхожу из себя, но для вас я в себе, и мы, да, вот, ну, действительно, да, вот, я в последнее время это ребятам много говорю, на что обращал внимание Иисус, когда ходил по этой земле, да, что такое Евангелие вообще? Евангелие — это встреча, ну, как бы вот одно из, да, вот, если ты читаешь Евангелие, их четыре, и что ты там видишь? Ты видишь там постоянные встречи каких-то людей с Иисусом Христом, аминь, и знаете, что самое главное, что не было ни одной проблемы, которую Иисус бы не смог решить, не было ни одной ситуации, которая была слишком сложной для Него, Там даже есть такое, что приходили к Нему многие из многих городов, и Он возлагал на них руки и молился, и написано, все исцелялись, скажи аминь Поэтому, знаете, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же Его сила не иссякла, Он для этого и воскрес, чтобы больше не умирать И сегодня исповедание нашей веры говорит две вещи Веруй в своем сердце, чтобы Бог воскресил Христа из мертвых, и провозглашай своими устами, что Иисус Господь, аминь Потому что сердцем веруют к праведности, а устами провозглашают к спасению И это как некие духовные законы, да, вот он такой духовный закон, есть два ингредиента Знаете, некоторые люди говорят, ну я верю в сердце, Бог есть, Бог один, но путей к Нему много Придумали вот кучу всяких оправданий, но Иисус что сказал? Что Иисус сказал про пути? Про много этих путей? Он говорит, я есть путь, истина и жизнь Никто не придет к Отцу, как только через меня Ты к Богу как хочешь приходить? Как к Отцу или как... Ну вот попробуй приди к Путину Попробуй, я люблю этот пример Просто ты полжизни потратишь, чтобы прийти к Путину И то, что ты там, пришел, ну все, иди Бог больше, Бог выше, да, то есть я про что говорю, да Бог действительно есть, и многие его люди ищут Но Иисус Христос это путь к Богу через сыновство Скажи аминь Знаете, вот как будто бы вот это Бог, выседающий на троне И есть боковая дверка сбоку, знаете вот Есть вот этот вот большой зал, где много дверей, охраны Где нужно пройти много процедур, чтобы туда попасть А есть маленькая потайная дверка Которую ты открываешь, пап, сын, работаю я Ну пап, вот так Иисус говорит, никто не придет к Отцу, как только через меня Это и есть настоящее сыновство Вот, да, я говорю про Путина, например, вот если там у него сын, да Как вы думаете, у него есть личный телефон папин или нет? Вот это Иисус нам дает Он говорит, никто не придет к Отцу, как только через меня У меня отношение с Богом Бог меня слышит, я его слышу Это действительно отношение То, что я пришел вам дать, это дать эти отношения Аминь Потому что это, ну, настоящее отношение Отца и Сына И вот таких отношений хочет с нами Бог Потому что Бог сегодня смотрит на нас Либо через Адама, либо через Христа Через двух людей всего лишь Либо как через того, который согрешил Либо через того, который угодил ему Да, который совершил этот поступок Который не согрешал, который жил вот в этих отношениях настоящих с ним Это то, кем был Иисус Христос Воплоти ходящий И мы должны просто стремиться познавать вот эти отношения, которые были у него И для этого что мы можем делать? Читать Евангелие Молиться Читать Евангелие Молиться Читать Евангелие И вот этой верой своей Детской верой Приближаться к Богу У меня недавно был разговор с одним человеком Он говорит Ну не чувствую я ничего Не хочу я руки поднимать Вот, что ты меня мучаешь Ну, другими словами Он так не говорит Я не вижу в этом смысла Я не верю Я не хочу ничего Я говорю Ну это трудно Ну нет Ну вот а если это поможет Неужели такие простые вещи тебе делать трудно? Знаете, вот был такой полководец Нейман Слышали эту историю, нет? Очень красивая история Был однажды очень вот знаменитый такой человек Это Ветхий Завет Начальник сирийских войск Но у него была проблема одна Которая всю его жизнь портила Вот у него все было Деньги, слава, победы, мудрость Все Но он был болен проказой Его тело постоянно болело Там, я не знаю, чесалось Я не знаю, что это такое Но это был просто ужас И никто не мог ему помочь И вот знаете И они в Израиле, да Когда они воевали против Израиля Израиль платил им Они взяли там маленькую девочку И она была у них как служанкой Росла И вот была маленькая девочка И так оказалось, что эта маленькая девочка Оказывается, ну так вот Хорошо относилась к своему господину Потому что она однажды увидев Как господин мучается от этой своей болезни Ну вот представьте Жара, восток Вот эти вот перевязки И Она говорит А у нас в Израиле есть пророк Почему бы ему не сходить? Он может исцелить его И вот представьте Вот этот взрослый мужчина Занимающий высочайший пост Имеющий везде связи Любые врачи ему доступны Любые врачи в мире ему доступны Но ничто не помогает И тут маленькая девочка Которая говорит о пророке в Израиле Что Вот иногда хочется сказать Вот пример Вот знаете, о чем я говорю Вот вера, она такая Да Вроде вот как Вот где Вот там В этом вот Израиле Какой-то пророк Мне никто помочь не может Но Этот человек Принимает решение Ну как Поверил он этой маленькой девочке Знаете И вот вера Она должна быть с горчичное зерно Иисус говорит Пускай твоя вера Будет с горчичное зерно Но пусть она просто будет Пусть она будет настоящей Поэтому когда Да вот Поднимай руки Ну Не оставайся в неверии Поднимай руки Тебе вот Трудно поднимать руки Что ты говоришь себе В этот момент Когда тебе говорят Поднимай руки Я не буду поднимать руки Ну не хочу Я поднимать руки Да вот Я не знаю Как мы оправдываемся Но Вот Все равно Это больше как Ну неверие Или такое умствование Да Ерунда Руки поднимать Да вот Вот различные Такие вот состояния Да Я просто знаете Почему я про руки Да Как будто вот дело в руках Но вот Начав этим заниматься Вот Шевелить чуть-чуть Церковь Вас Ребят Начинают проявляться Какие-то вещи Вот Пока ты как бы Это не делал Пока ты не двигал Пока ты Не побуждал Все были одинаковые А как только начали Кого-то побуждать Двигать И повылазило Знаете Повылазило Вот это неверие Сразу даже Даже настроение падает Я говорю С некоторыми Едешь там В машине И они после этого Начинают со мной спорить Ну а что Вот так вот Важно Это вот Ну там Или я говорю Возвышай голос Там Некоторым людям Я с ними молюсь Там с утра На собрании Что ты бормочешь Говорю потом Ну так Чуть в шутку Да Вот Привыкли Бормочу Я говорю Что Ну и как бы Человек начал Вроде как Возвышать голос Но мне приходится Прислушаться Я не могу понять То ли он Уже возвышает То ли он Все еще Бормочет Ну и я немножко Его как бы Подкрутил Что Ну давай уже Уже время Уже как бы Более внятно Говорить Ну вот Мне дело в том Что мне вот Если я так вот громко Я не искренне А вот так вот Я искренне Ну понимаете Да И вот Начинается Куча-куча Каких-то Оправданий Каких-то В итоге Просто цепи В итоге Просто Нет навыка Ну мы должны учиться Да Мы действительно Должны возрастать В молитве Да Чтобы мы должны Уметь молиться Мы должны Уметь формулировать Свои мысли Да Мы должны Уметь молиться Искренно И неискренно Тоже должны Уметь молиться Непонятно То что я сказал Да Но я имею ввиду Что знаете Мы должны молиться Когда мы чувствуем И когда мы не чувствуем Вот про что я говорю Потому что Ну мы иногда Не будем чувствовать Вот иногда так помолился, ой, как я искренне помолился, прям почувствовал, да, и вот ты тогда, ну, как бы, если ты будешь опираться только на свои чувства, ты и молиться больше не будешь, потому что ты опять будешь ждать каких-то там чувств, какого-то там вдохновения, а на самом деле нужно просто, ну, брать и молиться, брать и молиться и формулировать, да, да, вот то, что у тебя есть в сердце, потому что верующий в него открывает свои уста, сердцем верует к праведности, устами исповедует к спасению, и вот то, с чего я начал, некоторые говорят, вот ну, я искренне верую просто, вот не надо трогать мою там веру, она там вот у меня искренняя, внутри, спокойная, тихая, но Библия говорит, тот, кто верит сердцем, он исповедует устами, он исповедует устами, когда один, десять прокаженных исцелилось, Иисус им сказал, идите, покажите священникам, а им шли по дороге, исцелились, что произошло? Один вернулся, один вернулся, громким голосом, благодаря Богу, вспав на колени, громким голосом, благодаря Богу, Иисус говорит, а где же остальные девять, не десять ли очистилось, да, и вот, вот где ты хочешь быть, где ты хочешь быть, ты хочешь просто вот взять свое и убежать, или ты вот, потому что этому человеку, вот он и сказал, вот это определяемое, говорит, иди, вера твоя спасла тебя, то есть, знаете, иногда решение наших проблем, исцеление наших вот этих проблем недостаточно, потому что Иисус хочет спасти нас, и вот это вот, по-моему, это слово спасение, оно соза означает, и оно означает не просто какое-то вот спасение, там, потом, это комплекс весь, ну, жизни твоей, вот весь комплекс, это и материальное, и физическое, и духовное, вот это вот называется спасен, вот в этой целостности, и Иисус говорит, вера твоя спасла тебя, когда? Когда человек вернулся после исцеления, пал к нему на колени, и громким голосом прославил Бога, да, Иисус говорит, вера твоя спасла тебя, а мы иногда начинаем вот изобретать вот эти вот пути такие свои, которых нету, знаете, но смотри на свои мотивы, что тебя сдерживает, чем ты оправдываешься, и вот про Неймана продолжим, и вот этот вот Нейман, военачальник, поверил этой маленькой девочке, да, вот она вера, с горчичное семя, но которая подвигла его собрать своих слуг, набить кошельки деньгами, взять там все, и вот эта вот процессия поехала в Израиль, знаете, вот по слову одной маленькой девочки, понимаете, вот она вера, вера без дел мертва, скажи аминь, наша, вот вера должна как-то проявляться в нас, каким-то образом, Иисус вот обращал внимание на проявление этой веры, и слепые кричали, женщина прикоснулась в толпе, да, вот в толпе женщина сказала, я прикоснусь и исцелюсь, Иисус говорит, кто ты до меня прикоснулся, и мученики говорят, слушай, тебя тут все касаются, тут, ну ты вот, нет, кто-то прикоснулся верой ко мне, и эта женщина моментально получила свое исцеление, и потом тоже ей потребовалось, да, Иисус начал смотреть и говорить, кто, кто, да, он стал давать этой женщине вот этот вот шанс, не просто получить свое исцеление, но получить спасение, и женщина дрожа вышла из толпы, это я, понимаете, ее за это, она была, вот у нее было кровотечение, она была нечистая, ее по идее должны были камнями побить, да, ну или куда-то, ну короче, это было неправильно, то, что она там вообще находилась среди людей, она была тоже нечистой, и вот она в этом трепете, но он говорит, ну я уже исцелена, ну вот, ну, Иисус говорит, че, вера твоя спасла тебя, да, вот исповедание, она исповедала, она рассказала, что с ней произошло, она вот вышла из этой толпы, вы понимаете, толпа, она не знает Бога, не знает Бога толпа, ну толпа везде есть, в церкви есть толпа, в жизни есть толпа, но вот это вот личное отношение с Богом через Иисуса Христа, личное твое свидетельство перед Богом, личное твое исповедание Его как Господа, да, что ты не смотришь на других, что тебе не так важно мнение, других, ты возвышаешь свой голос. Слепые. Иисус, сын Давидов, помоги мне. Это красиво, когда иногда люди кричат, и это будоражит. И там написано, что ученики говорили замолчи. Замолчи уже, что ты орешь. А он все равно, Иисус, сын Давидов, помоги мне. И вот Иисус уже прошел, и тот все равно орет, просто как резанный. Знаете, вот орет и орет. Иисус говорит, ладно, позовите его. И вот он скинул этот свой дорожный хитон, подошел к нему, Иисус говорит, что хочешь, вот видеть хочу. И это тоже про тебя. Ты знаешь, что тебе нужно от Бога? Есть в твоем сердце вот это сокровенное желание? Смотрели фильм «Сталкер», я, по-моему, про него рассказывал. Очень хорошая аллегория на христианство, когда профессор и писатель шли в эту зону. Там была комната, в которой исполняются желания. И вот они поверили тоже, что желания исполняются, но шли каждый со своими мыслями. И это как такой прообраз писатель это у нас литература, искусство, человек искусства и человек науки. И вот этот человек науки, он шел в эту комнату положить туда бомбу, взорвать, а писатель шел за вдохновением, потому что он весь исписался, он не знал, где взять вдохновение. Это вот как люди ищут Бога. Кто-то пытается взорвать Бога своими доказательствами, уничтожить, что нет Бога. Коммунисты попробовали, получилось, не получилось. 70 лет просуществовали, а только Евангелие 2000 лет существует Иисуса Христа. И у нас у всех штамп в паспорте. Когда люди мне говорят, да ну нет Бога, я говорю, ну посмотри в свой паспорт. Какой год? 1979. Отчего? Сам. Трождество Христово. И говорю, и что, нету? Понимаешь, кто может такими вот событиями оперировать, кроме Бога? Неужели могут люди вот так собраться и скажем, давайте мы заложим дату нуля. Китайцы пробуют, но никто их не слушает, у них там свой какой-то календарь. У Майи там свой календарь. Вот они, цивилизации. Но вот эту дату уже никто сдвинуть не может, даже если захочет. Это человеку не подвластно. Даже если все человечество вот так вот соберется и вот захочет, не получится ничего. Почему? Потому что это знамение нам. Каждый раз, когда ты встречаешь Новый год и вот эти вот циферки есть, думай о Христе. Потому что это от Него. И это произошел вот этот вот ноль, обнуление. И это то, что Он сделал на кресте. Он произвел вот это обнуление времени, древнее прошло, теперь все новое. Понимаете, вот как там символизм, так и в наших жизнях символизм. До Христа я один человек, после встречи со Христом я другой человек. Не сразу, не быстро, не по щелчку вот так вот, но все равно так. Вот моя жизнь такая и твоя жизнь такая. Поэтому ну в твоих руках больше вот знаете, насколько это все вот пройдет менее болезненно и более интересно, знаете. Более интересно это когда ты увлечешься. Увлечешься Богом, увлечешься Словом, увлечешься Верой. Более болезненно это если ты будешь после того, как ты познал, будешь пытаться искать какие-то другие пути, пытаться перелазить через забор там, да, пытаться придумать свое Евангелие, да, вот не получится у нас ничего сделать, потому что Слово Божье, оно вот, оно есть и все, и это авторитет. Нет других авторитетов. Действительно на него можно положиться, на него можно, по нему можно идти, по нему можно жить. И вот Нейман идет с этими своими сундуками, ведет сначала к царю, и царь в ужасе. Он просто вот рвет одежды, он говорит, царь сирийский хочет со мной войны. Я что, Бог, чтобы его исцелить, что ли? Чего он ко мне пришел? То есть, ну, он уже вот видит, что в этом есть какой-то политический подвох просто, да, как политику тоже чуть-чуть смотрим, да, что там творится, да, и вот все, у царя срывает крышу. Но пророк узнает об этом, и пророк присылает ему послание, он говорит, что ты разорвал одежды, пришли его ко мне. И вот там следующий такой момент, Нейман разворачивает, поворачивает там, и все, и они вот с этими всеми богатствами, сундуками, то есть, какого уровня человек, какого, да, какого уровня человек приходит туда, и знаете, что происходит? Вот, если бы ко мне приехал бы какой-нибудь, да, министр туда, в центр, вот сказать, говорят, там вроде работает что-то, да, а я вот беру и йогурт посылаю, ну, или там Серегу, говорю, иди скажи ему, что ему надо сделать, иди скажи, это вон, в озере пусть семь раз скупается в нашем, и все. Не, 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 вот, то есть, он там, например, едет ко мне, слышал что-нибудь про меня, а я даже не выхожу, вот просто там, некогда мне, я тут сметы считаю, у меня тут вентиляция, мне нужно делать, и я Диме говорю, Дим, иди скажи, пусть в озере скупается семь раз, все хорошо у него будет. Вот так пророк посылает слугу и говорит, иди семь раз в Иордании окунись. что происходит с Нейманом, знаете, слышали, нет? Он в шоке вообще, он говорит, я думал, он выйдет ко мне, возложит на меня свои руки, призовет имя своего Бога, а он иди семь раз в Иордании и скупайся. До реки, говорит, о ванной и фарфар, которые у нас там есть, вот, да, человек говорит, он, я на Волге живу, у меня Волга там под рукой, что тут в этом озере купаться, он, Яна вчера, да, там так мутно вообще, ужасно, да, вот, а вот Иордан, он еще мутнее, он вот прям желтый там, вот, ну, вообще вот, ужасная грязная река, и вот тот в шоке вообще, и вот он идет со своими представлениями, да, он уже себе накрутил, что вот, вот как оно должно быть, мое исцеление, да, что, ну да, пророк есть, сейчас там призовет, и он прям просто, вот, ну, так закипел, что вообще не буду ничего делать, и вот, слава Богу за его слуг, да, за людей, которые вразумили его в этот момент, слушай, и подходит его слуга, и говорит, слушай, если бы тебе пророк сказал что-то, ну, сложное, другое дело, что ты не сделал, что ли, вот, а тут он тебе вот, ну, сказал, тебе что, он же тебе сказал, сказал, иди сделай, и все, вот, знаете, и вот, я вот примерно про это и говорю, про что я сегодня, да, про веру, да, что есть какие-то, ну, простые моменты, которые тебе говорят, говори Иисус Господь, исповедуй Иисус Господь, поднимай свои руки в молитве, начинай возвышать свой голос, ищи Бога, делай шаги веры, про которые написаны в Евангелии, описаны нам, представлены перед нашим глазом, что все, которые приближались к Иисусу Христу и взывали к Нему, они получили то, что просили у Него, но тебе нужна вера, чтобы вот, ну, да, вот поговорить внутри со своим сердцем, да, выйти вот из какой-то немножко зоны комфорта, да, вот этой вот, да, чуть-чуть выйти из толпы, немножко пойти на это, о чем обо мне подумают, это так важно, что о тебе подумают, или тебе важно, чтобы Бог услышал тебя, коснулся тебя, изменил тебя, жизнь твою изменил, у тебя в жизни такая огромная проблема, вот у меня есть люди тоже, и у меня тоже, она действительно такая огромная, что, ну, решить ее просто чисто по-человечески вообще не знаешь, невозможно, невозможно просто, такой узел, что вот, ну, невозможно, Иисус говорит, имейте веру Божью, потому что, если кто, имея веру, скажет горе, передвинься, и отвергнешь море, будет ему, гора, да как, от того, что я скажу, вот просто представьте, глупость, проповедь Евангелия, глупость для мудрых мира всего, вот, Иисус умер, зачем Богу, я говорю, язычники, римляне вообще не могли понять, как это так, для них это вот, ну, Бог, они привыкли, вот Бог, они царствуют, они живут вечно, они там, Боги, Олимпа и так далее, а тут проповедуется о Боге, который взял, стал человеком и умер за людей, какой в этом смысл, и вот иногда людям трудно это понять, но когда мы слышим, когда мы читаем, когда нам объясняется, и мы начинаем в своем сердце верить, что вот то, что сделал Иисус Христос, оно способно все перевернуть в моей жизни, да, что Он решил основную проблему, Он решил проблему греха, потому что именно эта проблема не давала Богу возможность действовать в жизни человека на полную, вот как бы у Бога, как связаны руки, Он говорит, я их люблю, я хочу, но мне необходима причина для того, чтобы их помиловать, и Иисус стал вот этим умилостивлением за наши грехи, да, вот Исайя, доколе душа его не принесет жертву и милостивления за нас, и воля Господня, написано, будет исполняться рукою его по веки веков, вот такое спасение Бог как бы придумал, ну как бы продумал, придумал и совершил, Его план совершенный, добавлять к Нему ничего не нужно, убавлять из Него ничего не нужно, но это работает, потому что вот Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, Он действительно не изменился, и то, что Бог воскресил Его и говорит о том, что Он не умирает, Он тот же, все, то есть Он не умер тогда, поэтому, да, вот у нас было такое, да, почему мы не носим крестов именно с распятием, ну это как бы шутка такая, да, такая христианская немножко, потому что, ну нет там Христа уже на кресте, Он воскрес, понимаете, нет там креста, да, мы как символ как бы, ну носим, ну это не столь важно, это все больше, ну я просто смысл пытаюсь донести, и вот, что нам мешает принять вот эту простоту во Христе, вот эту вот простоту, вот эту вот, да, говори своими устами и верь в своем сердце, мы много раз пытаемся остаться только в одном, верю в сердце, и то верю не в воскресение, а просто верю в Бога, но Библия что говорит, и бесы веруют и трепещут, в Бога, вот это вот то, что я верю в Бога, это вообще ни о чем не говорит, надо верить в Христа, аминь, надо именно верить в Христа, в Его единственный путь, понимаете, не просто так, что вот, ну есть Бог и есть, я конечно же верю, а для того, чтобы верить в Христа, что нужно? я уже вас учил этому, давайте, вера от, аминь, вера от слышания, для того, чтобы верить в Христа, нужно о нем слышать, нужно слышать проповедь Евангелия, нужно читать Библию, нужно знать Библию, оно не придет по-другому, никто говорит, ну я не верю, понятно, не веришь, откуда ты будешь верить? ты Библию не читаешь, проповеди не слушаешь, на собрании сидишь сзади, вот так вот, откуда вера-то возьмется? Ни откуда не возьмется? Или, если постоянно пропускаешь собрание, откуда? получится, как вот, да, там, запикивается текст какой-то, пришел, тет-тет-тет-тет, упал, тет-тет-тет-тет, и вот, ну, что ты кусками что-то слышишь, кусками что-то слышишь, откуда будет вера-то? Потому что вера от слышания, а слышание от слова о Христе. Знаете, вот опять же, да, иногда проблема перевода, синодального перевода, что вот вера от слышания, а слышание от слова Божьего. Но там в оригинале от слова о Христе. И это вот немного другое, потому что откуда у женщины появилась вера, вот эта вот, которая прикоснулась к нему, она услышала. Она услышала, что есть кто-то, у которого все исцеляются. Вот все исцеляются у него. Что ты сегодня слышишь? Ты сегодня слышишь про того же Иисуса Христа, у которого все исцеляются. Все исцеляются, все проблемы решаются. Не было ни одной проблемы, которая не решилась. Ты сегодня слышишь это же слово об этом же Христе. Что ты будешь делать? Ищи Бога, ищи Бога, ищи Христа, ищи этой встречи, ищи Слово, ищи обетование. И вот, ну, вообще сегодняшняя тема была про обетование. Все, что я до этого сказал, я вообще не готовил. Ну, это хорошо, потому что я вот в последнее время мне нравится говорить вот из того, что, ну, как бы, вот приходит. Праведный верою жив будет. И вот это тоже закон духовный. Что мы не просто один раз оправдываемся, да, и просто становимся праведными, да, потому что, да, сердцем веруют к праведности, да. Вот мы поверили сердцем, всем сердцем, то, что Христос воскрес, и это нас оправдывает уже. Все, мы получили добрую совесть. Но жить мы тоже должны верою. Праведный верою жив будет. И это определенный процесс. И Библия тоже называет такие вещи, такие слова дает нам, что от веры в веру, да. Мы вот так вот движемся, от веры в веру. Поэтому я сегодня молился и говорил о том, что, понимаете, мало нам того, что мы вчера искали Бога. То, что мы вчера Его нашли, то, что вчера Он как-то проявился в нашей жизни, мне нужно сегодня. Потому что я сегодня живу. И жизнь, она только сегодня. Аминь. И день спасения, Библия говорит, сегодня. Если ты сегодня не живешь, если ты сегодня не ищешь Бога, то ты не живешь. И ты не спасен. Потому что день спасения, он один. Когда? Сегодня. Понимаете, сегодня. И уже даже ты смотришь, там вылетают вот всякие люди умные, мудрые этого мира, тренинги. Они все об этом говорят. Если ты не живешь сегодня, а ты живешь прошлым своим, как было тогда, и будущим, как там будет, то ты не живешь. Потому что жизнь, она только сегодня, она только сейчас, она только в этом моменте. И вот эта жизнь, она верой у нас. Верой. То, что мы продолжаем делать шаги веры, продолжаем искать Бога, продолжаем. Бог по-прежнему остается, ну, близко от нас, да, как вот Библия тоже говорит, да. Но Он так нас создал, чтобы мы Его искали. Ибо Он создал весь род человеческий по всему лицу земли. Деяние 17 глава. Для того, чтобы искали Бога. Не ощутят ли и не найдут ли Его, да, хотя Он и близко от нас. Да, то есть вот Бог не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, и как бы имеющий в чем-либо нужду, но сам давая всему дыхание и жизнь. Вот кто наш Бог. И мы Его ищем, потому что нам нужно это дыхание, нам нужна жизнь. Я живу верой. Понимаете, мое вчерашнее, вот помните, как было с народом Израилем? Манна, которая падала к ним каждый день. Какой там был принцип? Принцип манны, что ее нужно было собирать каждый день. Ее нужно было собирать сегодня и есть сегодня. Некоторые люди этого не послушались, они набрали побольше и оставили на завтра. Пришли, открыли, а там червяки. Вот так Бог показывает нам принципы свои, что вот, ну, Слово Божье, оно нужно тебе каждый день. Вот Бог тебе нужен каждый день. Мы каждый день нуждаемся в молитве, каждый день нуждаемся в Слове. Хочешь быть счастливым? Только так, только так нет другого пути. Он кому-то скажет, фу, вот это я попал вообще в христианство. Теперь мне надо вот искать Бога. Вот тут работал, работал, жил, жил, еще одна проблема появилась, да? Бога надо искать. Но, понимаете, это вот нашей плоти так кажется. Потому что наша плоть, она противится против Бога. Она вот не хочет, ей лень, ей сложно, ей не нравится. Но ты когда начинаешь искать, и это начинает быть вкусным, и ты думаешь, чего же я вот время столько терял. Потому что, ну, Бог живой, он источник жизни, он знает твой путь. Неужели ты не хочешь иметь вот эти живые отношения с Богом, который знает будущее, который знает, какой, там, я не знаю, на какую работу тебе идти, а на какую работу тебе не идти. Потому что, ну, мы же не знаем, куда тебе ехать там, а куда не ехать. В что вкладываться, а во что не вкладываться. Потому что мы как слепые котята, нам пришли, рассказали, все красиво. И мы поверили, что вот оно счастье. Сейчас я тут застрахую всех, буду 10 лет платить страховки, и потом у меня счастье придет. Недавно ко мне один христианин приехал, и как страховой агент. Я, ладно, не сказал ему ничего. Такая компания, австрийская, все выплаты всегда были. Сейчас 15 лет плачу, всего лишь по 2000 долларов в год. Что там, это, 12 тысяч в месяц. Что там, плюс у меня ипотека еще там 25. Сейчас я вот счастье, и через 15 лет, через 15 лет я все заберу, просто все заберу, и все. Ты думаешь, друг, ты в пирамиду попал. Ты неужели вот не понимаешь, что ты просто сейчас отдаешь свои деньги, отдаешь свою жизнь, отдаешь свое это. И вот понимаете, иногда человек попадает вот в такие ловушки, просто потому что не ищет Бога, не слышит Бога. Как бы вот любит мир, хочет вот, думает, что я должен вот все-все-все сделать, чтобы благословение было. И как бы вот он не верит, что Бог может благословить. Да ты, елки-палки, ты за три года тут накопишь 6000 долларов, потом сделаешь какой-то бизнес, и у тебя через 15 лет будет такой бизнес там. Ну, например, как бы, да, что ты даже, ну, рядом не стоял с тем, что тебе отдадут. А если не отдадут, через 14 лет, как война шарахнет какая-нибудь, и ты такой, просто вот, ну, слава богу, что не погибли хоть, ну, война же. Будешь потом обрадоваться. И ты 14 лет просто вот себя лишал, свою семью лишал, все вот туда в надежде, что через 15 лет ты такой кусочек большой заберешь такой. И ты еще, и ты, и еще так, что такое 15 лет, что там, ну, что 15 лет. А не только чик, и все, вот, 15 лет. Каждый месяц. Месяц пролетел, вот, кто платил, да, кредиты или какие-то платежи, он знает, что это такое, да. Даже 5000, тебя вот так вот просто, вроде денег кучу, 5000. А тут 12 куда-то. И я говорю, что, ну, я верю и хочу верить, что когда я с Богом, Бог меня отводит. Вот у меня тоже, я говорю, мне до сих пор там на одном объекте мне отдали почти 400 тысяч рублей. Но я знаю почему. Я помню, как я сам вот, мне сказали, вот это есть. И я прям загорелся, и мне там человек даже чуть-чуть отговаривал. И я такой даже вот не сказал ему, что я взял, чтобы вот, ну, как бы вот. Ну вот, и потом уже понял, думаю, что попал. Уже вот даже вот в начале. И Бога не вопросил. Вот действительно не вопросил так, чтобы Бог идти или не идти. Знаете, потому что мы действительно должны, когда Бога вопрошаем, да, вот, мы действительно должны быть нейтральными. Вот только это по-настоящему является. Потому что когда ты говоришь, Бог идти или не идти, но сам вот все делаешь для того, чтобы идти, то, ну, как бы Бог смеется как бы над этим. Что ты меня спрашиваешь? Ты же уже решил, что ты делаешь. И вот, ну, много раз мы имеем такие отношения с Богом. Что Бог на самом деле для нас не Бог. А так просто вот помоги, когда надо. Волшебная палочка или просто вот что-то такое. Но когда мы говорим слово Бог, мы понимаем, он выше всего. Он действительно знает. Он действительно живой. У него действительно открыто будущее. И он способен тебе сказать. Есть очень хороший такой пример. Пророк Еремии. Я его обожаю. Еремия вообще такой пророк, у которого не покаялся ни один человек за его жизнь. Но он назван великим пророком. Он постоянно пророчествовал прострадание. Он как раз попал на то время, когда вот этот Вавилонский плен был у израильского народа. То есть просто, ну, это, грубо говоря, не меньше, наверное, чем Холокост. То есть там все пришли, разрушили, сожгли, убили, людей забрали в свои города. И было огромное разрушение. И вот пророк Еремия прямо перед этим им весь мозг проел. Что все, вам, ребята, все. Вы со своими идолами доигрались. Все. И вот он, и его там и в яму сажали. И он там вот в какой-то яме, он там просто вот, яма с грязью. Он там вот ни живой, ни мертвый, знаете. И неизвестно, спасется. Вот, представляете, учат пророка. Человека, живущего по воле Божьей. И вот он, он молодой еще был. Ему Бог говорил, я тебя сделал, не говори в сердце своем, что ты молод. Вот молодой парень, на которого падает вот такая вот ноша пророчествовать людям о великих вот этих разрушениях, которые придут. И он действительно был пророком. Он действительно вот слышал Слово Божье и передавал Слово Божье, как оно есть. И они как только не пытались там от него защититься, и они знали, что он говорит правду. И потом вот это вот все свершилось. И там осталась какая-то группа людей, все равно каких-то начальников в Иерусалиме, всех забрали в плен. И вот Еремея остался. И они вроде к нему приходят. И они собрались идти в Египет. Все, потому что, ну, боятся жить здесь, что опять придут, опять будут разрушать, жизнь не дадут. И они говорят, все, пойдем, пойдем в Египет. Собрались и решили прийти к Ереме и спросить его. И приходят к нему с таким словом, ну, все, Еремея, да, все понимаем, через себя Бог говорил. И верим. И да, мы делов натворили. Мы раскаиваемся. Спроси у Бога, идти нам в Египет или не идти? И клянемся тебе. Вот что Бог скажет, то сделаем. Вот отвечаем. Я не помню, он им сказал там, зачем вы ко мне приходите, все равно не сделаете, знаешь. Он говорит, нет. Вот прям. Ну, видите, там в чем была фишка? Еремея говорит, ну, хорошо, я пойду спрошу. И мы иногда думаем, что вот, ну, сейчас он пошел спросил, и сейчас вот, мы сейчас открыты, мы готовы, вот сейчас вот, что скажет, то и сделает. А там так написано, что прошло 10 дней. Знаете, вот просто думаешь, ну, вот для чего, да? Что Богу трудно? Что Бог вот, что-то там заснул или там в отпуск уехал, я не знаю, что там у него там, делов слишком много было. Ну, вот Бог, он испытывает людей, он показывает сердца на самом деле, что произойдет. Да, и вот через 10 дней Еремея приходит, говорит, ну, получил слово, не ходите в Египет, потому что, ну, проблемы будут. Придете туда, там будут проблемы, а здесь останетесь, все будет хорошо. И дальше им говорят, ну, вы не послушайтесь, вы все равно пойдете в Египет. И они вот все равно, то есть вот они, да, умилились на какое-то время, да, это как вот у нас бывает. Проблемы пришли, мы на какое-то время умилились, мы такие, Бог, скажи мне, все сделаю, там, туда-сюда. Вопросил, просьбу отправил. Потом раз что-то вот, время прошло, и тебе приходит Божий ответ. Бог говорит вот так вот, и ты уже не нейтральный, да? И ты уже не готов действительно к тому, чтобы вот услышать и послушаться, да? И вот, ну, действительно это исполнил. Поэтому вот эти примеры, они нам все описаны, знаете, потому что вся проблема вот в духе, да? Поэтому мы должны поклоняться Богу в духе и в истине. Вот поэтому мы должны действительно вот использовать это время, когда мы на собраниях, когда у нас есть какое-то время читать Библию. Для чего? Для того, чтобы сеять в дух. Потому что, если ты не будешь сеять в дух, решение будет принимать твоя плоть. Вот ничего ты не сможешь сделать. Ты разумом будешь понимать, что вот так вот правильно сделать, но тебе будет не хотеться делать Слово Божие. Вот так это работает. Но Бог через Иисуса Христа, вот этот вот его полный план, это дать нам духа. Он говорит, напишу законы мои в мысли ваши и в сердца ваши вложу. То есть это будет работать через вас. Оно внутри вас будет давать отклик, да? Поэтому очень важно кормить дух, питать дух чем? Словом Божьим, молитвой, отношениями с Богом. Нет других путей. И вот вся Библия об этом, что праведный верою жив будет. Вот не будет Бог плясать под твою дудку, понимаете? Потому что это Бог. И вот это нужно изменить в своем сознании просто. Что Бог это не что-то, что обязано тебе помогать, тебя спасать и так далее. А Бог это все-таки Бог, который царствует. Который вот, ну, Он решает. Он создатель. Он говорит, мои мысли не ваши мысли. Мои пути не ваши пути. Приходи к Богу с этим. Не приходи к Богу только со своими путями, со своими мыслями. Библия говорит, когда идешь в храм, будь готов больше к чему? К слышанию. Нежели чем к многословию. Потому что при многословии, точно так же, как и при там сновидениях, да? Много. Да, много суеты. Действительно, вот, ну, научись искать Бога. Научись поклоняться Богу. Просто вот в этих маленьких шагах. Вот дай мне для тебя даже быть вот этим. Да, вот говорю, поднимай руки. Поднимай руки. Возвышай голос. Возвышай голос. Тебе потом это поможет. Потому что, ну, мое желание, хоть каким-то образом, ну, сдвинуть тебя с места. Вдохновить тебя. И вот эти все истории, они для этого. Да, вот эти вот. Потому что, ну, вот я говорю, я вижу настолько вот, да, мы люди такие. Мы что-то добились, у нас что-то получилось. И мы вот останавливаемся. И потом раз какие-то раздражительные, ни то, ни сё. И человек даже не может понять, где корень. Откуда это всё? Не ищешь Бога. Мало Бога в тебе. Мало Его Слова. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 15 глава. Знаете, там, что самое интересное? В Иеремии, что он, они пошли в Египет, а Иеремия пошёл с ними. Ну, потому что это была его ноша. Это было его посвящение, да? Он сказал им Слово Божие, но он всё равно пошёл с этими людьми. Поэтому, знаете, вот послушание Богу, оно даже не всегда вот в наших руках. Знаете, вот это не так легко послушаться. Для того, чтобы послушаться в определённый момент, мы к этому готовимся. Мы в это сеем. Мы это вот внутри себя вот проговариваем. 15 глава, 7 стих. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Вот она формулировка того, что Бог хочет для нас. Когда просите? Когда будете пребывать в Боге, и слова Его будут пребывать в вас. Как пребывают у нас слова? Вот только через посвящение времени этому. Ну, никак вот по-другому. Ученики учатся, да? Почему ученики Иисуса Христа, они учениками вообще называются? Потому что вот это школа. В школе нельзя не учиться. Да, есть более одарённые, которые быстро схватывают. Есть менее одарённые, которые менее схватывают. Но они обычно более прилежными являются, да? Мы все точно такие же. Схватываешь быстро, слава Богу. Вот я такой. Шутка. Но нужно быть и прилежным тоже. Для того, чтобы посвящать этому времени. Посвящать этому время. Я говорю, мы так мало времени посвящаем Слову Божьему сегодняшнему. А одного очков нет. Что Библию читаешь? Очков нет. И всё. Вот слушай Библию, засыпаю. Слушай проповеди, засыпаю. И всегда будет это. Вот я говорю, но сегодняшнее время огромное благословение для нас, для всех. У нас есть интернет. У нас есть YouTube. У многих есть машина. У многих есть наушники. Что мешает тебе вот вставить Слово Божье? Я знаю одного такого знаменитого великого проповедника, который там до того, как Бог его призвал, ну он пытался, делал попытки в эти призвания, там не получалось, были разрушения, проходил через свои какие-то страдания. И потом просто вот он работал, работал зубным техником. И он говорит, я, наверное, раз в восемь прослушал всю Библию за это время. Я вот сидел там, точил эти зубы человеческие, да, вот эти вот, мелкую работу делал, говорят, и у меня Библия в наушниках. Вот просто та-та-та-та-та. И Бог его сейчас настолько использует очень сильно, знаете, настолько он благословением является, потому что слова его в нем пребывают. У меня было другое благословение. Я попал в Рету, прожил там семь лет, и у нас там не было других книг, телевизор смотреть не разрешали. Мы смотрели вот только по выходным, ничего было практически нельзя, было несколько христианских книжек каких-то, которые я очень быстро прочитал. И вот, ну, моя Библия, она была, у меня две Библии были, они все были черными почти вот в этом. И это была моя гордость. Понимаете, что вот моя Библия старая, моя Библия истрепанная. Знаете, некоторые думают, вот новенькая Библия. Да что, это не ценность. Ценность, когда она вся засаленная, вся подчеркнутая, понимаете, красным, белым, синим, когда все поля пустые на ней заполнены чем-то. Вот она, понимаете, у меня две таких было. За один сначала современный перевод, у меня была кожаная оплетка там, вот со всеми вот этими вот моментами. Но я так рад Богу, благодарен Богу, что это время в моей жизни было. И вот там хочешь, не хочешь, вот тебе приходится читать Библию. И как я только не читал, иногда там всю подряд, иногда вот где открою. Ну вот знаете, вот где открою, оно уже, ну, оно не так работает хорошо. Знаете, вот это вначале работает и иногда работает тоже. Но есть анекдот такой, я, по-моему, рассказывал про него, вот как один человек, вот ленивый, да, когда он читал. Бог, скажи мне что-нибудь, скажи мне что-нибудь, раз, открывает. Иуда пошел и повесился. Ой, нет, Господи, что-нибудь другое, открывает, другой стих, иди и сделай то же самое. Ну, это анекдот. Вот, поэтому, действительно, для того, чтобы вот научиться, вот, опять же, многие меня спрашивают иногда, я часто говорю, Бог мне сказал, Бог мне сказал то, Бог мне сказал то. И я уже, часто это говорю, действительно уверен, потому что я уверен, что мне Бог сказал. Потому что, ну, вот, это иногда трудно объяснить. Этому нужно учиться, этому нужен навык. Но этот навык происходит вот именно через Слово Божье. Он говорит через Слово. Это, опять же, тот пример, который я много раз привожу. Иностранный язык. Как ты знаешь иностранный язык? Слова иностранного языка, они живут в тебе. Ты их выучил, ты их запомнил. И когда ты их слышишь или читаешь, ты понимаешь их несмысл. Точно так же Иисус говорит, если слова мои в вас прибудут, тогда просите, чего пожелаете. Понимаете, вот он принцип. А если слова его в вас не прибывают, то как? То, ну, Бог один, я верю в сердце, все хорошо, давайте не будем никого судить, давайте будем вот толерантными. Бог всех любит, Бог есть любовь. Ну, тут много написано. Очень много написано. Тут есть такие сокровища, до которых тебе нужно докопаться. Вот мне на днях, как бы на той неделе, Бог проговорил очень сильно по поводу ситуации, которую я прохожу с моей женой. И настолько сильно проговорил, что я, ну, как бы в шоке. И проговорил через слово, написанное в пророке Еремии. И проговорил таким образом, что он мне года три назад, я тоже проснулся, и не проснулся даже, но не спалось. И я искал Бога, я читал Библию. И я наткнулся на определенное место в пророке Еремии. Вот видите, вот чтобы наткнуться в место в пророке Еремии, нужно сначала всю Библию прочитать несколько раз. Потому что это последнее, куда я хочу идти. Понимаете? Потому что пророк Еремия, это вот плачущий пророк назван, знаете. Там очень сложно вот что-то вдохновительное для себя найти. И вот эта мысль, она должна еще прийти к тебе, почитать ко мне Еремию, знаете. Потому что есть еще Исаия, Езыкиль, Амос и так далее, и тому подобное. И вот только после того, как ты все это перечитаешь, ты можешь прийти в Еремию. Вот понимаете, иногда для того, чтобы Бог с тобой проговорил и дал тебе какие-то великие откровения, тебе действительно нужно все перелопатить. А что мы скажем про молитву Иоависа, например, да? Которая находится в Паралипоменоне, где идет перечисление родов. Но это такая жемчужина, в которой написано Иоавис был знаменитый, там идет перечисление. Ламех, Иуда, там та-та-та-та-та-та, родил того, и вдруг Иоавис. Иоавис был знаменитый своих братьев. Мать родила его с болезнью. И воззвал Иоавис к Богу. О, если бы ты благословил меня твоим благословением, и рука бы твоя была бы со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. И написано, и Бог послал ему того, что он просил. И дальше опять пошло перечисление родов, имен и так далее. Вот такая жемчужина, вставленная в Писание. А ты знаешь, что все обетования Божьи в Иисусе Христе дай аминь. Вот сегодня во Христе Иисусе, кто крещен в Христа, ты имеешь полное право, любое обетование, которое, ну, как бы любое, но не по плоти. Оно должно выпасть на тебя. Ты знаешь, ты должен найти его, тебе нужно взяться за него, ты должен услышать его, поразмышлять о нем и сказать, слушай, а не взять ли мне это себе? Ты действительно можешь так сделать? Во Христе Иисусе все обетования Божьи дай аминь. И вот эта молитва Иоависа, о, если бы ты меня благословил. Его мать с болезнью родила. Меня мама тоже с болезнью родила, да, мам? Помнишь, как лечились, да? Я ребятам рассказывал. Полжизни лечился. У кого только не было. Ну, как полжизни, полдетства. И тетя Наташа тоже знает. Тетя Наташи тоже лечились пару раз, да? И в Самарской области лечились, и в Свердловской области лечились. Где только не лечились. И иголки мне в уши вкручивали, и экстрасенсы меня исцеляли и так далее. И ничего не помогало. И вот там тоже мать родила его с болезнью. А кто здесь без болезни? Кто здесь вот что-то вот у него не так? Да почти никого нет. Все кто-то вот имеют какие-то вещи в своей жизни. И вот там и Авис. Это, вы видите, вот все, что про него написано. У него же была огромная жизнь. Он же был там вот, да? Но то, что в Слове Божьем про него описано, это просто мать родила с болезнью, а он возвал к Богу. Благослови меня. Благослови меня твоим благословением. Не моим благословением. Не то, что я для тебя хочу, да? Поэтому Иисус говорит, если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то тогда просите, чего пожелаете. Понимаете, вот мы только благодаря Слову Божьему можем просить по воле Божьей. Потому что, ну, много раз ты хочешь свое благословение. Так, как ты его представляешь. Так, как ты видишь. Но кто Бог-то? Кто знает настоящее благословение? Бог. Бог знает для тебя, что для тебя самое лучшее. Бог знает для тебя, кто для тебя самый лучший муж, самая лучшая жена, самая лучшая работа и так далее. И когда тебе в это все? Бог знает. Взывай к Нему. Я говорю, взывай к Богу. Мы молимся, взывай к Богу. Взывай, говорю, не знаешь, чего просить? Проси просто, благослови меня. Вот у меня был период в жизни, я мало молился практически, но иногда, когда молился, я просто говорю, Бог, благослови меня. И вот мои мысли начинают со мной разговаривать. А что это ты вот благослови? Вот с чего это он тебя должен благословить? И я начинаю разговаривать то, что я знаю Писание. Потому что Христос умер за меня. Потому что в Иисусе Христе я имею дерзновение просить у Бога благословения в свою жизнь. И Он, будучи верен и праведен, Он не может мне отказывать в этом. И просто вот благослови меня и все. Я не знаю, что это будет даже до конца в моей жизни, но я хочу, чтобы ты меня благословил твоим благословением. Вот что делает Писание с нами. Понимаете? Я сейчас говорю именно про Писание, которое способно, вот Бог через него говорит. Ты хочешь слышать голос Божий? Ты хочешь, чтобы Бог с тобой говорил? Прибудь в Писании, прибудь в Слове, потрать на это свое время. Найди эти великие, драгоценные обетования. То, что говорит апостол Петр. Через которые мы вот действительно получаем все. Ты не просто так получаешь все от Бога, просто все, что захочешь. Ты получаешь через Его обетование. Через то, что Он здесь уже кому-то дал. Аврааму дал. То, что Авраам сверх надежды поверил с надеждою. Столетний дядя и столетняя тетя. Но Бог ему сказал, у тебя будет сын. И написано, и поверил Авраам Богу. И это вменилось ему в праведность. А что стоит за тем, что Авраам поверил Богу? Они пошли в палатку со своей старушкой. Понимаете? Вы взрослые люди, вы можете это понять. Но он поверил Богу, понимаете? Он поверил Богу и пошел. И сын родился. И написано, и это вменилось ему в праведность. И мы сегодня вот точно так же, как, да, вот мы, там есть такие места, да, что вот это благословение Авраамова, оно распространяется, но не на всех. А на его семя. И не на его, и Измаила тоже. Но и на его семя, которое в Исаке, которое есть прообраз Христа. Поэтому в Иисусе Христе мы имеем вот это вот благословение Авраамова. Что он говорит, я благословлю через тебя все народы. Благословляя истинно, благословлю тебя, он говорит. Бог говорит, собою клянусь, благословлю тебя. Вот Бог таким образом разговаривал с Авраамом, потому что вера Авраама, она коснулась Бога, и это был человек веры. Он тоже совершал ошибки, он тоже там был обычный человек. Он не все в своей жизни там получил, может быть, да, что видел и что хотел. Но он действительно получил обетование. Сын у него родился, он его вырастил, он пережил эти чудеса. И мы сегодня, да, вот некоторые люди даже не знают, кто такой Авраам. Даже, ну, вот верующие в церковь ходят, ну, толком не знают эту историю. Вот у нас анекдоты Авраам, Сара там, да, вот какой-то Авраам, какой-то вот принес своего сына в жертву. Вот читай истории, читай, бери обетование, читай истории, потому что вот они твои, эти обетования. И вот я говорю, что Бог проговорил со мной через Еремию. Там было такое слово, к воруху. Это был писец Еремии. И я три года назад говорю, что, ну, знаете, я не люблю это так говорить. Бог побудил меня искать его ночью. Но в реальности это, похоже, так и произошло. Я в каком-то своем вот этом вот сложном состоянии, вот не могу уснуть, и какие-то есть проблемы. И я, что делать? Я пошел искать Бога и читать Библию. Молиться и читать Библию. И вот, знаете, когда ты это делаешь, ты вообще ничего не чувствуешь. Тебе, я бы больше сказал, тебя даже лучше не становится в этот момент. То есть ты вот просто вот его тут помолился, не знаешь, услышали тебя, не услышали, сердце открыл, Библию почитал. Ночь прошла, знаете, но Бог все видит. Бог все видит. И вот в одну из таких ночей я прочитал одно место в Еремии. Давайте я его прочитаю. 45-я глава Еремии. Это тут, ну, я хочу просто вам одну из, ну, как бы вот привести пример, как говорит Бог. Как Бог вот все иногда закручивает так, вот через жизнь проводит и вот реально говорит. И ты понимаешь, что вот тут уже нет сомнений, что Бог мне проговорил, знаете. Потому что иногда, да, когда ты вот первый раз прочитал, берешь какое-то обетование, все равно у тебя будут чисто человеческие сомнения, а точно это для меня, а вот действительно, а как мне получить подтверждение. Знаете, в Библии есть такой принцип. Однажды сказал Бог, но дважды я это услышал. Кто-то знает про этот принцип, или нет? Такой принцип подтверждения. И мы вот иногда, как христиане, вот именно Бог, вот даже Иисус говорит, истина, истина тебе говорю, да. Аминь, аминь, говорю, да. Вот он, есть некий такое вот подтверждение. Иосифа был сон про снопы. Он рассказал его братьям. Братья сказали, ты гонишь вообще, да, что мы тебе поклонимся, ты не будешь у нас начальником. А потом у него второй сон, где звезды ему поклонились, и луна с солнцем еще, папа с мамой. Понимаете, вот и Бог, он, знаете, он один сон дал, а потом второй сон дал в подтверждение для того, чтобы, да, и закрутился этот триллер, где братья его в ров, потом в рабство, и в итоге он становится вот этим первым человеком Египта, через который Бог спасает народ, и братья его с папой к нему. Иосиф, извините нас, и так далее. Понимаете, реально это все произошло. Но когда Бог открывал, когда Бог давал, он давал сны, Иосиф в них поверил, потому что сны действительно удивительные, и один сон подтверждает другой. И потом Иосиф, когда толковал сны фараона, там, помните, там тоже было два сна, там тоже было две картины, где колосья сожрали одни колосья, и где коровы сожрали другие коровы. Так что вот это тоже хочу вам оставить, чуть-чуть обрати внимание на что-то, что, может быть, на тебя вылазит с каким-то подтверждением, знаешь, что ты один раз это услышал, а потом ты еще раз это услышал. Вот пойми этот принцип, так говорит Бог. Однажды сказал Бог, но дважды и это услышал. И обычно, когда второй раз мы... Потому что один раз мы много чего слышим, знаете, вот много. Но когда второй раз слышим, это важно. Прислушайся к этому, обрати на это внимание, возможно, и, скорее всего, Бог тебе хочет это сказать. Помните, там Иисус три раза он говорил, Петр, любишь меня? Петр, любишь меня? Да? Петр, любишь меня? Паси овец моих. Да, то есть вот мы видим, что Бог есть, ну, как бы он говорит. И вот 45-я глава, вот именно 45-я глава, она и есть все то слово и откровение. Слово, которое пророк Иеремия сказал Варуху, сыну Нирии, когда он написал слова сии Иисус к Иеремии в книгу. В четвертый год Иоакима, сына Иосифа, царя Иудейского. Так говорит Господь Бог. Израилев к тебе Варух. Ты говоришь, горе мне, ибо Господь приложил скорбь к болезни моей. Я из немог от вздохов моих и не нахожу покоя. Так скажи ему, говорит Господь. Вот я построил и разрушил, и садил из кореню всю эту землю. Ну, на самом деле, не здесь все. Здесь написано, а ты просишь себе великого. Не проси. Ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь. И вот три года назад примерно я искал Бога, и вот в Еремии натыкаюсь на это Писание. И вот оно в меня впивается, оно в меня кушает, и здесь написано, ты просишь себе великого, не проси. И меня это как начинает выворачивать, потому что действительно, кто чуть-чуть знает, мой путь, мои откровения какие-то, меня действительно Бог призвал через какие-то очень, ну, очень такие великие вещи, что вот, ну, я, мне некоторые говорят, почему ты все это делаешь, зачем ты все это делаешь, зачем, как центр, как вот, ну, иногда вот, действительно, где взять вот это вот вдохновение, чтобы вот все это делать, я сам не знаю. Ну, вот как, то есть, знаете, создается впечатление, я понимаю, что создается впечатление, как будто я этого всегда хотел и об этом мечтал. Нет. Это я вам говорю, да, вы можете мне не верить, потому что впечатление такое создается, но я вам говорю, нет, я не мечтал об этом. И даже когда там Ярослав уходил, он говорил, давай пасторам, я говорю, не, не, не надо. И вот, и в центре реабилитации я понимал, что какой-то геморрой вообще, что это такое, понимаете? То есть, как бы, да, я люблю проповедовать, я люблю Слово Божие, мне хотелось вот, ну, быть вторым, третьим, приглашают, сказал, все хорошо. Но нести и тянуть вот эту вот лямку мне не хотелось, но Бог настолько меня в начале пути захватил, вдохновил, показал мне картины, дал мне обетование, что вот просто увлек меня вот великим чем-то, да? И тут вот три года назад я читаю, ты просишь себе великого, не проси. И я понимаю, что это я, вот что я вот, ну, живу там чем-то великим таким, что вот пробуждение там какое-то, я не знаю, что, но откровения были великие. И Бог говорит, не проси. И я прям вот весь начал такой, весь там внутри себя скукоживаться. И ну, что, ну, зачем ты мне вот это говоришь сейчас? Мне так не хочется это принимать. Ты же меня сам вроде великое вот это вот зовешь. И все мне это показало. Сейчас, говорит, не проси, великого не дам. Ну, как бы я обиделся даже где-то, знаете, вот так вот, ну, на него, так это слово у меня прям поранило. Я его настолько вот действительно прям, ну, я вот не мог его на себя не принять, потому что оно четко говорило, вот, в принципе, обо мне. Потому что великого я, естественно, как бы просил, пер, желал там, чтобы вот все там было мощно, чтобы вот все увидели, что Бог здесь и так далее. И вот три года назад. И вот такое слово ночью. Я потом забыл об этом. Ну, как бы, а, говорил, не проси, все равно, наверное, все нормально будет. Может, не мое слово. И в итоге как-то я это все позабыл и так далее. И вот две недели назад, неделю назад, тоже так же. Не могу спать. Обычно я сплю нормально. А это вот что-то проснулся в два часа ночи и все. Опять хочется сказать так, Бог разбудил меня в два часа ночи. И я пошел читать Библию и так далее. Но в реальности это вот так. Ну, не находил себе места, телевизор смотреть не хотел. Пошел в баню там, почитал Библию. Одно место, второе место. Действительно, что-то там получил как бы. И вот прям уже перед уходом решил вот этот вот способ. Дай еще что-то открою. И попадаю в эту Еремию, 45-ю главу, и читаю это. Ну, знаете, что я уже читаю? Еще раз. Ты проще себе великого не проси. И вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь. А тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь. Если кто знает, что со мной сейчас происходит, и что я как бы говорил. И я про свою ситуацию говорил так, что мне хуже, чем Иову. Потому что Бог дьяволу сказал, когда Иов там забирал у него все, он говорит, души не трогай. И я получил откровение, и жена осталась с Иовом. Знаете, вот, и я вот это вот откровение, и то, что я, когда я переживал, все то, что я переживал и переживаю, да, в своей сейчас ситуации относительно жены, это я почувствовал, как вот, ну, не стало души, что это такая боль, которую ты вот, ну, не знал вообще, что она существует, с которой ты вообще не знаешь, куда залезть, откуда выпрыгнуть и куда деться. вот, и я вот, как бы, это понял, что вот, ну, что она моя душа. И я ходил вот именно с этими откровениями. И что здесь читаем? А вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь. И я, как бы, я говорю, и Бог, вот, когда Он мне это, как бы, ну, показывает, там идет такой, как вопрос, а сейчас тебе как это место Писания? И я, как бы, внутри говорю, что Бог, для меня сейчас это место Писания самое лучшее в мире место Писания. То, что мне действительно никакой великой не надо, а то, что ты сейчас, а то, что ты мне три года назад проговорил, что ты мне, что душа моя останется со мной и пойдет со мной, куда я не пойду еще, здесь так написано, то я просто вот, ну, в шоке от того, как у тебя все под контролем, как ты умеешь говорить, как ты знаешь, как говорить, как в свое время ты вкладываешь какие-то определенные вещи, то есть вот тогда Он просто мне дал это слово, которое я, вот знаете, вот мне тогда показалось, ну, душу оставит, ну, что душу? Вот, я даже не услышал, великое мне надо тогда, понимаете, великое мне надо было, а Бог говорит, не проси великого, ну, и Он на самом деле, я понимаю, что даже речь не о том, что великое, Он меня подготовил тогда, к тому, что со мной будет происходить сейчас, понимаете, вот что делает Слово Божье, вот что делает Слово Божье, однажды Бог сказал, Он сказал это тогда еще, понимаете, когда знал, через что я буду проходить, Он меня подготовил, поэтому, понимаете, нам нужно готовиться, нам нужно готовиться, нам нужно быть наполненными Словом Божьим, нам нужно иметь вот эти сокровища небес, которые Иисус говорит, накапливайте сокровища на небесах, где ни моль, ни ржа, ни время, ни воры, ничто не может украсть, потому что это настоящее сокровище. Его откровение, Его Слово – это настоящее сокровище, которое сокрыто на небесах, которое никто не сможет забрать. Потому что мы видим, что действительно время, обстоятельства, воры и так далее, оно все может измениться в нашей жизни. Обстоятельства могут измениться. Но настоящие Божьи сокровища, настоящие вот эти жемчужины, Его Слово, Его обетований, они не изменятся, потому что Бог говорит, верен, обещавший. Аминь? Верен, обещавший. Если ты понимаешь Его принципы, если ты понимаешь, что Он действительно всегда делает то, что Он говорит, Он не как человек, вот в чем Его принцип. Этот человек может сегодня пообещать, а завтра сказать, извините, не получилось. Вот Бог так не может, Он не такой, понимаете? И ты должен это понять. И поэтому, если ты в Иисусе Христе берешь эти обетования и пребываешь в Его Слове, все, ты уверен, это произойдет. Тот, кто начал в вас это доброе дело, знает, как его завершить. Пребывай в Слове, пусть Его Слова в тебе пребывают, пребывай в нем и проси, чего пожелаешь. И вот я говорю, когда я просто получил Его Слово, я понимаю, что Бог, ну все, я действительно получил от тебя Слово. Я действительно понимаю, что все будет хорошо. И душа, она будет со мной. Вы сами понимаете, про что я говорю. Поэтому, и вот когда такое получаешь, ради этого стоит долго читать Библию, но чтобы туда залезть, нужно дочитаться до пророка Иеремии. Я еще раз вам говорю, чтобы найти какие-то свои обетования, свои вот эти вот слова, через которые Бог тебе будет говорить, нужно копать.